Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. ОО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ОО «Экопласт». Мы вернули прошлогодние цены. «Случайно увидели с правой стороны, тут в кустах, ну кровь на снегу. Ну остановились, решили посмотреть, что это такое. Ну я разрыла эту часть снега, увидела что-то напоминающее ногу». Эту жуткую находку жительница Первоуральска Нелли Водянова обнаружила в районе Прутков на Хромпике прошлой зимой. Сегодня женщина дает показания в суде. Оказалось, что в снегу она нашла не ногу, а мужские руки. Как установило следствие, их владелец погиб. Его тело находилось в квартире подсудимого, 59-летнего Юрия Неконорова. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стали ножевые ранения. На трупе Неконова обнаружено 4 колото-резаных ранения. Причиной смерти экспертами сделан вывод, что явилось проникающее колото-резанное ранение передней поверхности грудной клетки слева на уровне пятого ребра и четвертого ребра с повреждением верхней доли левого легкого перикарда и стенки левого желудочка, которое осложнилось гемоперикардом и левосторонним гематуроксом, что привело к остановке сердечно-легочной деятельности. Как выяснили исследователи, погибший Александр Никонов и подозреваемый Юрий Неконоров хорошо знали друг друга. В тот злополучный день, 24 февраля, даже вместе отмечали День защитника Отечества в одном из городских кафе. Выпивали спиртное, а после, как уверяет Неконоров, разошлись по домам. Уже на следующее утро Александр Никонов якобы вновь пришел к другу в гости и с порога начал наносить удары хозяину квартиры. Тому пришлось защищаться. В какой-то момент Неконоров схватил нож. Один удар, тут же второй удар. Я подвигаюсь и убью. Какой целью производили отчленение конечностей? Отчленение конечностей. Этими руками это оружие, которое он меня хотел убить, унилить, все сделать и сломать мою жизнь. В момент происшествия мужчины находились одни дома. Сожительница подсудимого ушла на работу в ночную смену. Позднее именно она обнаружила тело погибшего и сообщила в полицию. Что могло спровоцировать Неконорова на такую жестокость, женщине остается только догадываться. Погибший. В последнее время название в пьяном виде. Ну и как бы не мог нам простить, как друзьям, что мы его держали за лоха. Год знали, что другой человек есть у сестры, а ему якобы не сказали. Родные погибшего едва сдерживают эмоции. В зале суда сын, бывшая жена и мать Александра Никонова. Родного человека вспоминают исключительно с положительной стороны. В принципе, он никогда даже, ну вот я не знаю, мы с ним даже не ругались. Даже не ругались никак. Он как-то, ну спокойный. Не было у него ни взрывного такого какого-то характера. Его, чтобы разозлить, я не знаю, сколько надо было сил приложить, чтобы его это... Я не знаю, вот как, за что его можно было. Я даже не представляю вот этого. Юрию Никанорову предъявлено обвинение в убийстве. Впрочем, сторона защиты настаивает. Это было превышение самообороны, которое и привело к смерти человека. И просит суд изменить статью. Обвинитель придерживается другого мнения. Представитель прокуратуры настаивает на наказании 9,5 лет колонии строгого режима. Родственники же погибшего надеются на максимально возможный срок. Помимо этого, сын Никонова просит взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей морального ущерба и 85 тысяч компенсации за похороны отца. Оглашение приговора ожидается завтра.